Все четверо заболевших корью взрослые до 30 лет. Один из них – Барнаулец, трое – жители Тольменского района. Отмечается, что между собой эти люди незнакомы. Были ли ранее привиты от кори, пока неизвестно. Однако все выезжали в другие регионы, где также зарегистрированы случаи заболеваемости. И пока заболевших в крае только 4, контактных уже больше 400. Останавливается круг контактных, за контактными устанавливается медицинское наблюдение 21 день. Ну и соответственно выясняется их прививочный анамнез. Если они не привиты и не болевшие ранее, то есть обязательно приведение прививок всем контактным. Контактные никуда не госпитализируются, ни к чего с ними никуда не изолируются, не отстраняются. За ними проводится ежедневное медицинское наблюдение за их состоянием здоровья. К слову, в Барнауле сейчас в круг контактных по кори попал целый дом по улице Ускова, где и проживает первый зарегистрированный и уже госпитализированный зараженный. Однако главврач 14-й поликлиники в соцсетях сообщил о массовом нежелании жильцов этого дома впускать в квартиры врачей, которые должны проводить осмотр. Руководитель медучреждения попросил относиться к ситуации с пониманием. Во время последней крупной вспышки кори, что была в крае в 2015 году, заболели больше сотни людей. В Роспотребнадзоре еще раз напоминают о важности вакцинации. У ребятишек это двукратно. Первая прививка – вакцинация в год, ревакцинация в 6 лет. А взрослые, если они не были вдруг привиты, они прививаются до 35 лет. Распознать корь сразу отмечают в ведомстве довольно непросто. Первые симптомы, как при типичном УРВИ. Повышается температура, появляется недомогание, кашель и насморк. И лишь через несколько дней характерная сыпь на теле. Поэтому, чтобы не допустить осложнений в виде пневмонии и даже отека мозга, лучше своевременно вызвать врачей на помощь.